Всем привет! Меня зовут Александр Борисович. Мы работаем в Ставрополь и его окрестностях. Сегодня мы вновь в спортивной школе. Здесь мы устанавливали двери из бумаги. Из бумаги двери из бумаги обналичники, из бумаги коробки. Предупреждаю заказчика, что в принципе в подвальном помещении это нельзя из бумаги ставить. Это когда-то набухнет и перестанет закрываться. Ну собственно говоря, это и произошло. Он позвонил к новому учебному году, попросил двери, которые не закрываются, поправить, отрегулировать. Ну в его понимании этих слов. Ну то есть ему нужно, чтобы они вновь закрывались. Ну и давайте посмотрим. Вот одну из дверей. Мы уже поправили, она не закрывалась. Нам тупо пришлось углубить навесы. Углубили навесы, потому что коробка из бумаги постепенно набрала все-таки в себя водички. С нее конечно не течет вода, но тут такая штука, что если даже вот чуть-чуть она тут какой-то влажности набрала, все равно перестает дверь закрываться. Это восстановлено. Пойдемте дальше. Здесь была такая же ситуация. Дверь перестала закрываться. Под навесами мы подрезали и посадили их поглубже. В итоге конечно вот у нас получается, что зазор мы уже практически до минимума тут вывели. Ну есть еще зазор, но он уже как бы минимальный. Да, с этой стороны я уже сделал зазор еще больше, ну в расчете на то, что когда-то коробки еще наберут воды. Хотя зазоры изначально мы делали прям не стандартные. Тут чуть ли не по 4 миллиметра были зазоры с каждой стороны. Причем, что еще? Здесь мало того, что мы подрезали под навесами, здесь нам еще придется прострогать дверь сверху и снизу. Верхняя часть планки коробки, вот видно, что она выгнулась и цепляет теперь за дверь. Внизу такая же ситуация. Доска, это заказчик привозил специально доску из лиственницы. Ну вот она постепенно тоже выгнулась и вот лодочка она чуть стала и прогнулась со временем. И теперь эта дверь еще цепляет и сверху и снизу. Рубанок мы, к сожалению, сейчас с собой не привезли, но я не рассчитывал, что двери под пленкой еще придется строгать, но их придется строгать. завезем уже, наверное, или сегодня еще раз приедем или уже завтра заедем еще и подстрогать надо это дверное полотно. Ну и такая же, собственно, ситуация практически со всеми дверями. Но здесь тоже чудо ожидать не надо было. С этой двери мы еще ничего не делали. Это санузел и вот сырость в нем, ну, предусмотрена самой природой. Это, наверное, самое влажное место, что может быть. Вот видно, что двери не закрываются. Если внизу еще какой-то зазорчик есть, то в месте ответной планки и вот вверху нет никакого зазора. Дверь вообще упирается в ответную планку. Чтоб не было разговоров, что это было просто на пену. Кирпичи пустые. Был куплен специальный дюбель мунго для пустых кирпичей. Для пустотных, для кирпичей с отверстиями. Вот так, наверное, правильно сказать. Это вот постепенно, постепенно тянуло и не исключено, что либо шляпка самореза этого провалилась сквозь коробку, либо сам дюбель немножко вышел. Ну и давайте посмотрим, чтобы уже точно убедиться, что эта дверь была все-таки закреплена. Открутим навес. Ну вот видно, да? Что винтик стоит. Никуда он не ушел, не отвалился. Это очень хороший винт. Там дюбель мунго на 8. Ну что нам остается сделать? Посадить. Вот это место еще сейчас профрезеруем чуть глубже. Прикрутим навес. Подтянем посильнее саморезом. Ну и покажем сейчас, что у нас получилось. Так, ну и вот что получилось у нас. Неизвестно, сколько простоит в таком состоянии. С бумагой все непредсказуемо. И тут как бы одно из двух. Не хотите ездить переделывать? Не беритесь за такую работу? Заказчикам не нужно такие двери покупать. Ну, в них просто нет смысла. Все. Кому информация была полезна, палец вверх. Подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии. Всем пока.